Минские соглашения Минские соглашения Нам нужно сдвинуть этот процесс с мертвой точки. Нужно оставаться верными принципам Минска, но внести новые коррективы, чтобы обеспечить отвод тяжелых вооружений, прекращение огня, возврат Украине контроля над восточными границами. Возможно, эти пункты следует прописать в соглашениях в другом порядке, прописать их как-то иначе, чтобы увидеть конкретный результат. И в продолжение моего первого вопроса. Сейчас многие говорят, что коррупция и затягивание реформ – это намного более серьезная угроза для Украины, чем даже война на Востоке. Считаете ли вы так? Сейчас для этой страны, для государства, играющего важную роль на европейской арене, с растущей экономикой, есть реальный шанс стать успешной. Но что тянет вас вниз? Бесспорно, это война на Востоке, но также и проблемы с коррупцией. Но нельзя не отметить и то, что вам уже удалось достичь. Экономика страны растет, вы сотрудничаете с МВФ, в том числе и благодаря уже проведенным реформам. Главное – не прекращать этот процесс. И в интересах Украины, и в интересах украинского народа оказывать давление на ваше правительство, чтобы темп реформ не замедлялся. Многие в нашей стране мечтают о том, чтобы Украина стала полноправным членом Европейского Союза и НАТО. Но при этом многие на Западе говорят, что мы попросту не готовы к этому. Верите ли вы, что Украина когда-то сможет стать полноправным членом этих организаций? Ну и, конечно, наверное, на этот вопрос сложно ответить, но все же, сколько времени для этого потребуется? Вы правы, это очень трудный вопрос. Ни США, ни Россия никто не должен определять, кто станет новым членом НАТО или ЕС. Да, вопрос о членстве в ЕС или НАТО для Украины, ровно как и для каких-либо других новых государств, сейчас не стоит. Но никто не должен диктовать политику расширения. На мой взгляд, и в свете того, что Великобритания собирается покинуть Евросоюз, очень важно, чтобы ЕС стал более гибким. Нельзя равнять всех под одну гребенку. Обязательство ввести евро, слушать одного президента, принять единую доктрину обороны, платить одинаковые для всех налоги. Это явно бы не подошло, к примеру, для такой страны, как Украина. Потому Европа должна понимать, что каждой стране, которая хочет стать частью ЕС, нужен отдельный подход. Но нужна ли Украина Европе? Да, Европе необходимо поддерживать хорошие взаимоотношения и сотрудничать со всеми своими соседями. Говорим ли мы о Великобритании, которая вскоре станет соседом ЕС, или об Украине, стране с населением 45 миллионов человек, с огромными перспективами в будущем. В интересах ЕС поддерживать партнерские соглашения в виде ассоциаций, или, возможно, даже полного членства с разными странами, от Запада до Востока. Спасибо, благодарю вас за интервью.